Здравствуйте, с вами вновь Александр и сегодня мы поговорим с вами о колясках, о сверхлегких колясках от компании Априка. Модели называются Magical Air и Magical Air Plus и заодно разберемся чем же они друг от друга отличаются. Так что смотрим. Продолжение следует... Вот эти две коляски Magical Air и Magical Air Plus. Сразу давайте отмечу отличия, чтобы об этом уже не говорить. У Magical Air отличия от Magical Air Plus очень простые. На Magical Air меньшего диаметра колеса они немножечко уже и сами колеса немножечко тоньше. Вот. И капюшон в этой модели, вот эта сеточка, которая защищает от ультрафиолета, она покороче чем Magical Air Plus. И у них есть еще небольшая разница в весе. Magical Air весит 2,8 кг, а Magical Air Plus 3,3 кг. Собственно, вот она вся разница, чтобы кто думал чем отличаются, вот собственно и все. Вот. А в целом коляски предназначены для детей с 6 месяцев до 3 лет. Максимальный вес ребенка не должен превышать 15 кг. Это очень важный момент, когда покупаете, имейте это в виду. Вот. Собственно, перейдем к деталям этих колясок. Вот. Они как выглядят. Что касается капюшонов. Капюшоны, они в принципе достаточно глубокие, закрывают ребенка хорошо. Но в Magical Air Plus все-таки практически до самого бампера можно дотянуть капюшончик. Козырек здесь, как вы видите, достаточно большой зазор. Но в целом капюшоны и здесь, и здесь, на мой взгляд, достаточные. У обеих колясок есть бампер. Что касается безопасности, здесь есть бампера. Они в мягкой ткани, в оплетке. Снимаются тоже очень просто. С одной стороны отогнули и посадили ребенка. И пристегнули обратно. Все делается очень просто. Ребенок в колясках крепится пятиточечными ремнями. В принципе, система стандартная. Все очень просто. И что касается наклонов. Спинок. Здесь наклона полностью горизонтального, к сожалению, нет. Он максимальный 135 градусов, если быть точным. Но, что очень мне нравится, спинки достаточно высокие. Поэтому и рослому ребенку будет хорошо. Ремни по высоте регулируются. Поэтому и ремни можно под высокого ребенка легко отрегулировать. Сейчас, в принципе, это уже и есть максимальный наклон. Вот вы сами можете, я сбоку поставлю. Видеть, как это выглядит. Сейчас поднимем обратно. Регулировка наклона спинки осуществляется тоже простым способом. Натягиваем вот эти вот два шнура в разные стороны. И все, в принципе, натягивает в сидячее положение спинку. Все очень просто. Что касается ручек, ручки здесь прорезинены, материалом обиты. Не регулируются по высоте, в принципе, никак. Вот. Они по высоте, в принципе, идентичны у обеих колясок. Система здесь обычная, простая. В багажные отделения у колясок тоже есть. Они, в принципе, идентичного размера. Они достаточно маленькие, их назвать какими-то выдающимися размерами. Ну, не назовешь. Их достаточно будет для мелкой поклажи какой-нибудь. Вот. Шасси здесь, как я говорил, они сверхлегкие коляски. Она выполнена из металлопластика. Вот. Но металлопластик – это достаточно прочный материал. Здесь первое впечатление создается, что ух ты, она сейчас сломается. Но ничего подобного не происходит. Они, в принципе, очень надежные коляски. Они не капризные. Гарантийных случаев крайне мало. У этого бренда вообще, в принципе. Вот. Колеса здесь, они не надувные. Здесь пластиковые колеса. Поэтому это немножко в ущерб плавности хода, конечно. Но зато они очень износостойкие. Вот. В принципе, вы же не по сугробам будете на этой коляске ездить. Поэтому их будет достаточно. Колеса, как вы видите, и спереди, и сзади, они поворотные. С возможностью блокировки. Блокировка выполняется очень простыми движениями. Все. Заблокировали. И едем дальше. Разблокировали. И так же двигаемся дальше. Так же в колясках есть подножки для ребенка. Пластиковые. Вот. Здесь, как вы видите, они расположены. Но, мой взгляд, если бы они были чуть побольше, мне кажется, так было бы лучше. Ну, в принципе, достаточно. Вот. Что касается системы, как складываются эти коляски. Очень все просто. На ручке есть индикация того, что вот замочек открыт, закрыт. Вот. Когда красненький и открыт, это говорит о том, что можно нажать кнопку и сложить коляску. Система у них абсолютно одинаковая. Вот так выглядят они в сложенном виде. Поэтому можно даже взять его за место сумочки. Весить с таким весом. Это, мне кажется, женские сумочки порой весят в несколько раз больше, чем 2,8 килограммов. Или 3,3. Поэтому размеры ее позволяют положить даже в самый маленький багажник. Поэтому для путешествий, торговых центров, летом, мне кажется, это идеальный вариант. Поэтому обратите на нее внимание. А это, собственно, все, что я хотел рассказать вам о этих интересных колясках. А вы, в свою очередь, подписывайтесь на мой канал и ждите новых обзоров. И всего доброго вам. Удачи! Спасибо. Спасибо.